К нашему эфиру присоединяется Сергей Брачук, спикер Украинской добровольческой армии «Юг». Сергей, здравствуйте. Доброго дня. Слава Украине, слава вооруженным силам. Здравствуйте, коллеги. Доброе утро. Героям слава. Сергей, давайте начнем с ситуации на Южном фронте. Подразделения вооруженных сил Украины уже не первый месяц создают и даже расширяют плацдарм на левом берегу Херсонской области. В Кринках на этой неделе наши воины даже установили синий-желтый флаг. Скажите, какая сейчас там ситуация? Прежде всего мы должны говорить о том, что бои идут очень тяжелые, потому что враг не жалеет ни личного состава, ни техники. Накопил этой техники достаточно много группировки войск, подразделения которой и проводят выполнение боевых задач по уничтожению наших плацдарм на левом берегу. Сегодня мы говорим о том, что враг максимально пытается прежде всего пехотой давить на нашу оборону, пытается расширить так называемую серую зону, чтобы в итоге выйти уже к самой реке Днепр, ну и соответственно откинуть наши подразделения на право бережья. Враг несет огромнейшие потери, потому что сделать ему это не удается. Он задействует артиллерию, применяет в том числе и дроны, соответственно пытается наносить удары и авиации в том числе. Еще раз скажу, ситуация остается очень сложной. Единственное, что могу провести некие параллели с Авдеевкой, это две локации, на мой взгляд, которые сегодня максимально важны прежде всего в информационном пространстве для российских оккупационных войск, потому что у них четко прослеживается задача, что так называемому посланию федеральному собранию со стороны кандидата Путина должны произойти вот те самые победы, я беру слово в кавычки, которых у врага сегодня нет. Есть продвижение на участках, которые я назвал прежде всего Авдеевское, и возвращаемся к нашему югу. Это то, что сегодня больше всего интересует кремлевских старцев, это то, что сегодня должно прозвучать на всю Россию для внутреннего потребителя, о том, что достигнуты определенные успехи, определенные победы, потому что это символичные локации. Если мы говорим о Авдеевке и говорим о левом береге нашего Днепра. Ну и, соответственно, то, что Украина держит эти позиции, то, что наши воины мужественно сражаются и показывают не только свою мотивацию, а кому на самом деле принадлежит временно оккупированная территория Херсонской области. Действительно, бойцами 36-й отдельной бригады морской пехоты был установлен наш государственный флаг, который находится на своем месте, он находится в районе населенного пункта в самих, вернее, в самих крынках. И, соответственно, понятно, что это вызывает, ну, как минимум, такую, знаете, изжогу у врага, потому что ничего с этим делать не могут, позиции подвинуть не могут. Но еще раз скажу, сил накопили россияне там очень много и пытаются продавить оборону. А какие это подразделения врага? Есть информация? Это мобилизованные или бывшие зэки, или кадровые офицеры, солдаты? Это регулярные войска в российской армии, регулярные. Прежде всего, мы говорим, как минимум, о трех центрах давления и принятии решений в том числе. Прежде всего, это мотострелковая 70-я дивизия, это 104-я дивизия ВДВ, и это потрепанная, изрядно потрепанная отдельная бригада морской пехоты, 810-я, так называемая Севастопольская, которая прошла со времен войны, с начала войны 24 февраля 2022 года уже ни одну ротацию уничтожалась нашими войсками на разных локациях по всему фронту. Соответственно, вот эти три группировки и составляют основу группировки войск Днепр. Здесь, конечно же, в том числе присутствует подразделение так называемого «Зетшторма», здесь присутствует подразделение так называемой «Росгвардии», есть тиктоковские войска, есть оперативные группы ФСБ, ну и, соответственно, это и мобилизованные, причем мобилизованные, в том числе из так называемых ДНР, прежде всего, и ЛНР. Регулярные войска сегодня идут в атаку, прежде всего, регулярные войска в том числе используют как пушечное мясо, поэтому потери среди личного состава большие. Ну и, соответственно, от этого моральное, скажем так, настроение, оно далеко не на высоком уровне. Мотивация только одна — это денежные вознаграждения, кто успевает выжить, да и то не факт, что в следующем бою, в следующей атаке он не будет уничтожен. Поэтому еще раз скажу, что давят на нас регулярные войска в основном, потому что то, что касается других специализированных подразделений, они, как правило, действуют уже в тылу, занимаются на левом берегу мародерством, занимаются другими нехорошими вещами с целью давить на наше местное население, которое оказалось во временной оккупации. Скажите, а тактика как-то поменялась в последнее время, или вот эти местные штурмы, они постоянно на этом участке фронта? Интенсивность штурма, скажем так, периодически спадает, или потом снова становится этих атак больше. Да, это пехотные группы, людей они не считают. То есть одна пехотная группа уничтожена, за ней следует буквально по этим же убитым солдатам следующая группа. То есть меньше стали использовать боевой техники. Меньше боевой техники, потому что контрбатарейная борьба с нашей стороны, она очень эффективна, она результативна. Речь идет об уничтожении именно бронированной техники, если она используется, как правило. Ну и, соответственно, уничтожение установок ствольной артиллерии, например. И не только ствольной, но и реактивной системы залпового огня. Соответственно, работает аэроразведка, соответственно, работают FPV-дроны, и не только FPV-дроны. Это то, что сегодня войдет в основу нового рода войск вооруженных сил Украины, беспилотные системы. Ну и, собственно, то, что те подразделения, которые находятся на левом берегу, они тоже ведут очень эффективную работу и уничтожают врага. Я бы, наверное, назвал практически каких-то, уже знаете, промышленных масштабов. По крайней мере, потери вот этих штурмовых групп, они составляют от 50 до 70% личного состава. Это только если мы говорим об убитых. Давайте добавим сюда раненых, то, соответственно, процент довольно-таки высокий. Не жалеют они людей, да. Абсолютно не жалеют. Задача поставлена, и они пытаются забросать нас фактически вот этим пушечным мясом, и это демонстрируют, не скрывают. По поводу работы украинских воинов, на прошлой неделе воздушные силы поразили командный пункт в Бельбеке. И сообщается, что, в частности, оттуда запускались шахеды по югу Николаевской, Одесской областям. После этого количество атак беспилотниками, оно уменьшилось? И как вы думаете, смогут ли россияне компенсировать такие свои потери, или для этого понадобится больше времени, ресурсов? Что касается удара по Бельбеку, спланированная, четко спланированная операция воздушных сил, вооруженных сил Украины, попадание, попадание именно в командный пункт, попадание в радиотехнический городок, где находятся пункты управления связью, радиолокация, то есть то, что обеспечивает работу военного аэродрома и, соответственно, полетов, в том числе, боевой авиации. Потери враг понес, управляемость этого аэродрома, как минимум, стала на порядок меньше. Что касается шахедов, действительно, из района, из района аэродрома Бельбек, производятся запуски, в том числе, этих шахедов. В Крыму две таких локации во временно оккупированном Крыму, еще одна — это мыс Чауда. Соответственно, если мы говорим об использовании шахедов, мы видим, что шахеды были использованы, в том числе, во время комбинированной атаки, ракетной атаки, прежде всего, на столицу нашей страны, когда летели ракеты различной номенклатуры, была баллистика, присутствовали шахеды, причем шахеды — это была первая волна атаки, но не является количество этих шахедов, скажем так, рекордным по сравнению, ну, наверное, с декабрем прошлого года и, фактически, даже началом нынешнего года, хотя мы вот эти удары шахедами 1 января, в частности, по Одессе в том числе, мы смело можем плюсовать к декабрю прошлого года, потому что именно к декабрю брак накопил определенные резервы, они были немаленькими, и, соответственно, такие атаки шахедами были массированными и были очень опасными, хотя опасными они есть всегда. Что касается возобновения, могут ли возобновить такие удары шахедами, я думаю, что, во-первых, прекращать их не будут, эти удары, но накапливать этот ресурс им придется определенное время. Я думаю, что это не будет измеряться даже в нескольких неделях, скорее всего, займет более длительный срок. Прежде всего, почему? Потому что, ну, во-первых, не работает полноценно тот завод в Татарстане, о котором много России говорит в информационном пространстве, мы прекрасно понимаем, что иногда желаемые выдают за действительное, в том числе в любом случае Иран тоже, хоть и наращивает объемы, там от 600 до 800 шахедов в месяц они могут производить, тем не менее ресурс тоже не безграничен. Что-то они оставляют и себе, что-то они продают другие страны, ну, а, конечно, основная масса идет в Российскую Федерацию. Поэтому в ближайшее время будут накапливаться вот эти ресурсы для того, чтобы попытаться в следующий раз, там, я сказал, что это не будет исчисляться неделями, скорее всего, а, наверное, ну, больше месяца точно, и тогда вполне вероятно накопленный ресурс будет способствовать тому, чтобы шахеды использовались более массово. Но, опять-таки, давайте не забывать, что мы говорим о том, что шахеды фактически сегодня используются каждую ночь по территории Украины и, ну, скажем так, поддерживают этот тонус напряжения для наших систем противовоздушной обороны и, еще раз скажу, накапливают определенные ресурсы. Вот по поводу шахедов издание «Дефенс Экспресс», оно как бы получило доступ к результатам распаковки, если можно так сказать, этого дрона, который избили наши силы обороны буквально в прошлом месяце. И содержимого этого дрона, ну, мягко говоря, удивляют. Двигатель чешский, система спутниковой навигации канадская, микросхемы американские. А где же санкции? Санкции работают. К сожалению, их надо было водить, но это уже констатация факта, хотя бы с 2014 года против Российской Федерации. Тогда можно было бы более тщательно поставить те заслоны, чтобы такая ситуация после распаковки, абсолютно верное определение распаковки таких шахедов, мы не видели полный интернационал, когда действительно основные части, основные составляющие этих шахедов являются деталями из тех стран, которые нас поддерживают в нашем вооруженном противостоянии, в нашей борьбе с Российской Федерацией. Схема очень простая. Через третьи страны, через небольшие частные фирмы эти комплектующие заходят на иранские предприятия, и опять-таки определенные санкции, их срок по отношению к Ирану закончился, а продлевать никто пока об этом почему-то, к сожалению, не подумал. С другой стороны, определенные структуры, которые занимаются в том числе и промышленной разведкой, со стороны государств, которые вы назвали, в частности Чехии, Канады, они получили не просто пищу для размышлений, они сегодня фактически уже получили доказательства того, что те или иные фирмы из этих стран работают, я уже сказал, через третьи страны, с теми, кому эти санкции применяются. Я думаю, что не очень сложно будет вычислить, как говорят, те компании, которые допускают вот такое вооружение Ирана, а иранцы, в свою очередь, осуществляют вооружение Российской Федерации. Работы очень много в этом направлении, и ведь это касается не только шахедов, поэтому санкций должно быть больше, и самое главное, они должны быть жестче. Я надеюсь на то, что эта информация, по крайней мере, о шахедах, она будет воспринята так, как должна быть воспринята, и самое главное, должны быть выводы из этой ситуации. Мы надеемся, что в Европе услышат и оценят эту информацию, и, конечно же, ведут жестче самостоятельно. Уже услышали. Уже услышали, это хорошо. Спасибо вам большое, Сергей. Это был Сергей Брачук, спикер Украинской добровольческой армии ЮГ. С нами на связи. Хорошего вечера. Продолжение следует...